ПЕСНЯ Правда ли, что вы перед выступлением навсегда едите мясо? Это вы какой-то гламурный журнал, если я так понимаю, да? Да, ну стараюсь, если есть возможность, то да, особенно если большой спектакль или там как вчера концерт на 2,5 часа, то я не выдерживаю на овощах или там хотя бы на какой-то пасте в обед, мне надо есть, надо силы Мясо определенное или любое? Ну не курицу, красное, да, я знаю, что это все очень бредно, но мне дает больше сил именно кусок такой стейк, такой 300 грамм Когда вы были в Петербурге, в детские годы, в юные годы, вы успели поработать с Валерием Гергиевым? Да, у нас была очень смешная история, мы ее каждый раз вспоминаем вместе, когда встречаемся Я ведь пела в детском хоре, и в детский хоре пришла, потому что мне очень хотелось петь в опере Кармен, неважно кем, хоть вот с цветком И я была уже большой ребенок на самом деле, то есть я уже в училище училась на дирхоре, то есть это было мне лет 15 уже, 15-16 лет А там такая просто система, что дети большие, типа мы поем, а маленькие детей изображают, соответственно, вот И у нас была новая постановка Парсифаля, и у меня был такой момент, когда мы выходили с ним за руку на поклоны На что я вижу вот лицо моего папы, который, ну, поворачивается и видит дочь с Гергиевым за руку, у нас где-то фотография еще лежит И после этого он мне сказал, что нужно скромнее быть дочь Я с ним была абсолютно не согласна, и, как выяснилось, была права Но там просто детский хор выводили в конце, и он меня просто взял за руку, и я была между ним и режиссером Видимо, просто как единственный ребенок, который говорил по-английски хоть как-то Это было интересно Вот, и Кармен, конечно, это было гениально, ну, просто такая музыка, это моя любимая опера на тот момент была Я пела мецо-сопрано, вторым альтом в хоре, и я очень хотела опять Кармен, конечно же И просто я помню этот момент, когда ты стоишь на сцене, все поют одно и то же, вот в конце, когда Турадор приходит И ты можешь там петь хоть боже царя, хорни тебя, не будет слышно Просто вот в этом, в этой толпе народу, это вот энергия, которую можно пощупать, конечно, это потрясающе А вы считаете Гергиева своим крестным отцом музыки или что-то такое? Может быть, через Ларису Гоголевскую, которой вы учились? Ну, мы как бы с ним больше и не работали вместе, вот до 2016 года, когда вот я приехала петь первый раз такой камбэк в Травиату А до этого мы с ним не встречались, я же не училась в России, я же уехала сразу практически в Берлин И мое вокальное образование, как бы официальное, началось уже там Потому что с Ларисой Анатольевной мы занимались только год И потом она меня просто подготовила к поступлению, я уехала в Берлин Есть ли у вас планы освоить мето-сопрановый репертуар в будущем, притронуться к нему? Ну, это же не от меня зависит, это же голос Я не верю в такие переходы, прям, ну, приход, бах, была сопрано, стала мальца Нет, такого не бывает Ты можешь петь эту, ну, хотя бы, а то и же Кармен, да, она, в принципе, довольно высоко написана Потому что французский фах, французский вот репертуар, он немножко другой И это сейчас, когда пела сказки Гоффмана, я пела всех героинь И вот там я это поняла, на самом деле Это была моя такая, ну, одна из, вторая Точнее, их там было четыре, то есть я, получается, шесть ролей уже спела В общем, они немножко по-другому голос слышат Они представляют себе голоса легче, чем мы себе это представляем Поэтому то, что ты, примерно, о Франции, Кармен, услышишь Это совсем не то, что мы привыкли слышать И просто вот в этой опере, где я пела всех Она же так написана была, для одного сопрано Это потом просто проблема оперы, проблема оперы сказки Гоффмана Что у каждого театра своя версия И там их 2584 штуки И ты, когда тебя зовут куда-то, и ты говоришь, а какая версия? И они тебе просто говорят, свой клавир, который невозможно прочесть Потому что это все перепечатано И ты привык, что Джульетта, к примеру, поет сейчас мэться сопрано Хотя, вот если так клавир посмотреть, то это вообще ни разу не мэться И про Кармен Ну, я могу спеть, я не знаю, Хабанеру могу спеть Это, в принципе, ну да Но не всю партию Не всю партию Ну, и в каком-нибудь галоконцерте, может быть, что-то там Ну, а зачем? Что? Нет мэса Сабарна, что ли? Ну, вы говорили, что сожалеете про актерские вещи Амнеэрис, вот это все такое Ах Ну, хотя я сейчас немножко перехожу в такой вот Не то, что перехожу, а, так сказать, расширяю Репертуар Сейчас я дебютировала в графине Свадьбе Фигеры Я что там только не пела На самом деле, Моцарт Моцарт, это такой композитор, что у него можно петь все И керубины тоже Потому что они, в принципе, все-таки очень переходные И в Гамбурге Вот я сейчас приехала практически из Гамбурга Я пела в оперной студии два года И я пела Барбарину А Сюзанна была та же самая То есть у меня сейчас была Барбарина в 2005-2006 году И сейчас она осталась той же самой А я просто так сменила на графиню Это, конечно, было интересно Когда читаешь биографии певиц и певцов Ощущение, что все живут одинаково Потому что эти биографии строятся по одной конве Где пела, с кем пела, какие дирижеры Где дебют и так далее И вот возникает У нас очень грустная жизнь и скучная на самом деле Вот мне интересно по-серьезному Как оно изнутри Вы чувствуете, что вы живете по какой-то вот сформированной модели жизни Примадонны? Слово Примадонна мне так немножко Певица Певица Ну, тут вопрос в чем Мы себе не очень принадлежим Потому что у тебя, если спектакль вечером Ты не вот сегодня большое исключение Вот завтра у меня концерт Я генеральный концерт Я обычно, особенно если вчера был такой огромный концерт Как был вчера в Ласкало Ты молчишь Но так как время очень так совсем мало Поэтому хорошо, мы сделаем интервью Обязательно с маэстро мы порепетируем На октаву ниже, а то и на две иногда Я баритон сегодня А так, да Молчать полезно И вот это вот одиночество Вынужденное Оно присуще всем певцам Это мы можем Естественно, у нас адреналин зашкаливает после спектакля Ты идешь до 4 утра Ты не спишь Как я сегодня Потому что ты приходишь из Ласкала После твоего сольного концерта Ты не можешь спать до 5 утра Просто не можешь И так происходит очень часто на самом деле А все остальное, ну да Путь-то один То есть ты сначала учишься Потом ты набираешь репертуар Потом ты покоряешь разные сцены Ничего нового Ну, у кого-то просто театры разные Сцены по-другому называются А так все одно и то же А есть конкретные ограничения Которые вы перед собой ставите ради голоса? Вот что отличает вас от девушки Которая не поет в обычной жизни? Да ничего я себе не ставлю такого, если честно Ну, можно все, но в меру То есть вот я прошла уже этот период Когда, боже-боже, надо Вот где мой шарфик Вот это все У меня, в принципе, я старалась об этом просто не думать Потом я начала об этом думать Потому что, как бы, ну, время идет Ты стареешь У тебя начинаются какие-то аллергии Вот это все Я это все прошла А потом ты понимаешь, что все в голове Вот это все Что ты там себе напридумывал Это все психосоматика Это вот Это все Это все в голове И потом нужно просто Немножко расслабиться И отпустить И наслаждаться Как можно больше Ну, по мере возможностей Жизнью И вот тем, что сейчас происходит К примеру, вот сейчас у меня был такой период Тяжелый в жизни И спасала только музыка И раньше я как-то вот Ну, я понимала, что да Вот есть люди, которые действительно слушают Там Я, может, уже говорила Что они слушают Мой голос Чтобы так отвлечься От своих Болей, к примеру Да, вот в буквальном смысле Есть вот У меня есть люди Которые мне говорят Что да, ты снимаешь боль Вот ну Ну, просто это фреквенция Моего голоса Они на него так влияют Или на нее Да Кто-то говорит Фу, гадость Как я не могу слышать Все это вибрато Фу Ужасно Уберите Выключите Это просто Очень все индивидуально И единственное Что я как бы не осознавала До конца Что действительно Это так и есть Остается только музыка Вот музыка Она не предаст Музыка Она будет всегда с тобой Это всегда Музыка будет всегда честной Это От этого никуда не деться И спасала вот работа Действительно Какие бы перипетии Там жизни и случались Работа спасала То есть ты приходишь в театр И ты просто Отключаешься на сцене И Это потрясающе У меня был вопрос Если бы пришлось выбирать Личное счастье Или музыка Совмещать А если нельзя Можно Теоретически Представить ситуацию Что никак Главное договориться И правильного человека найти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я правильно понимаю, что основа вашего репертуара Это Бель Канто Было Да Расскажите, пожалуйста, для наших зрителей В трех фразах Что такое Бель Канто Ну, изначально, если переводить дословно Бель Красивое Канто пение Бель Канто То есть, в принципе, невозможно петь что-то другое Как не Бель Канто Я, в принципе, Бель Канто Осознаю как базу А Моцарт Это что, не Бель Канто? Вот Что такое Бель Канто? Бель Канто, потому что в нашем понимании В нашей муз-литературе нас так учили Что вот Моцарт Россини, Берине, Денисати Это вот Бель Канто Но в той эпохе Немножко певцам позволялось больше, чем К примеру, в том же Моцарте Вот в Моцарте ты часть ансамбля Ты часть оркестра Ты даже вот если взять тот же самый Нотсо де Фигуро Кто там главный герой? Там все главные герои Там нет таких вот, как Лючей де ла Мермур Вот она называется, опера Лючей де ла Мермур Все, она там одна Ну, тенор Еще бывает Хороший А в Моцарте такого нет И вот этот именно такой девизм Он пошел от Бель Канто То есть ты должен В себе воплощать все качества Примадонны То есть Примадонна в смысле Главная героиня И потом, если говорить о стилистике То это, конечно, главное Это дыхание Огромный диапазон И свобода использования Твоего собственного голоса Твоих возможностей Это есть возможности Там видоизменения Каденции во второй части Кабалет Там настраивать Разных вариаций Это все мы умеем Любим и делаем Раз на раз не приходится То есть сегодня так Завтра так Если ты владеешь этими стилистами Свободно А не так, что так вот Заучил И все Всю жизнь одно и то же Вот в Бель Канто Свобода присутствует Ровность важна? Обязательно Вот выровненность регистров Обязательно важна Она редко у кого имеется На самом деле И диапазон И выровненность регистров Конечно Дыхание Легато Очень длинное дыхание Это все тоже Ну, опять же Если отдыхание Верди Взять того же Верди У Верди прям выписаны Все эти легатуры Вот если ты Смотришь клавир Тоже саму травиату Там длиннющие линии Никто этого не делает Ну, да В принципе Можно опять в душе Это очень хорошо получается Или там рядом С твоим роялем И педагогом А потом ты выходишь на сцену И там волнение И там что-то случится Там партнер что-то другое сделал Тебе немножко вышибает И ты чаще дышишь Особенно вот Ну, на дыхание Это, конечно Если ты либо устал Либо ты волнуешься Это, конечно, сказывается Или там, не дай бог Бродкаст какой-нибудь Вот это все Дыхалку поднимает Контроль Он Вот если Бывают Такие потрясающие спектакли Бывают Ты прям вот С удовольствием Вспоминаешь Такие спектакли Когда вот Все удается Так, как ты хочешь Но их так мало На самом деле А потом ты начинаешь Так думать Да черт с ним Ну, вздохнешь ты там Чаще, чем ты хотел Чаще ты хотел показать О, посмотрите Как у меня Огромное дыхание Это вот Присутствие Вот этой вот Немножко Демонстрации Себя любимой Или себя любимого Вот от этого Нужно отходить Но это все приходит С опытом И потом просто Нужно думать О музыке И композитор Там главный Вот про композиторов Итальянцы, наверное Подумали бы Что Я издеваюсь сейчас Но я как русский Спрошу Я люблю Я люблю Две оперы Деницетти Три оперы Беллини Там Две-три Рассини Правда какие? У Беллини Люблю норму И самнамбулу У Деницетти Люблю любовный напиток Речи диламирмур А у вас Если посмотреть Репертуар Там две или три Дюжины Опер Этих композиторов Вот скажите Вы любите Музыку Всех этих опер Или она больше Написана Для именно Вокального Наслаждения Самого певца Ну Да Это так В принципе Ты Ну Ты Знакомишься Со стилем На первых Там трех А когда ты уже Вошел Вот ты понял Стилистику Что можно Что нельзя Как делать Как не надо И тогда Ты просто Выучиваешь их Быстрее И тогда Тебя уже Начинают Узнавать Предложить На этот Репертуар Но к примеру Вот у меня Раньше было Конечно Ты там молодой Тебя никто не знает Ты поешь Какие-то глупые Оперы Типа Сигизмунд Которую ты спел Один Вот ты потратил Три месяца жизни Чтобы ее выучить Потому что записи нет Потом ты ее Четыре раза спел И потом ты ее забыл Все Сигизмунда Вот я сейчас смотрю DVD Я думаю Господи Я что-то пела Что-ли Вот серьезно Такие ощущения Или Что мы сейчас В Оман ездили Вот фестиваль Россиневский Пригласил меня В турне В Оман Такая интересная История Про султана Воспитывавшийся В Лондоне То есть там Какая-то совершенно Невероятная история Который любит музыку Поддерживает Такой большой меценат Он Поднял страну Практически Из Палаток И Кто там Колючки И верблюды До рая На земле То есть он Действительно Просто изменил За 30 лет Все в этой стране Я почему-то рассказываю Вот Луказенов Алядро Я его первый раз Пел в 2005 году На немецком языке В Берлине Как студент И потом Вот в октябре Прошлого года Как будто Заново Открыла Вот ты просто Так много всего Перепел Что ты просто Ну Ты конечно Помнишь Марио Дуэт Но в принципе Как новое Произведение Совершенно И сейчас Я конечно Понимаю Что легче Пойти по постапам Я не знаю Пойти В богем Вот то что любят Да Там Турандот Вот это там Леу Петь Это всю жизнь Можно и так Но мне На тот момент Времени По молодости Было интереснее Что-то такое Новое Необычное Раритетное Чего не знают Сейчас Мне это немножко Надоело Конечно Ну вот Моменты Интересные Потому что Во-первых Тебе не с кем Сравнивать Если ты говоришь Там Отравятие Ты конечно Дух калус На тобой будет Витать Всю жизнь И тебя будет Постоянно С кем-то Сравнивать А если ты поешь Что-то типа Легкая зеленая Файлядра Которую никто Не слышал А не знает Ты можешь Делать что хочешь И ты будешь Пунктом отсчета Потом для кого-то Вот сейчас Мне пишут В фейсбуке Молодые певицы Говорят Мне дали Вот эту арию петь Я слушаю вас На ютубе Удачи Смешно У меня было интервью С Питером Гелбом Когда-то Он сказал Что русские И славянские Певцы И певицы Сейчас На самой вершине Если вспомнить Советский период По сути На западе знали Двух-трех певиц Вишневскую Немножко знали Образцову Архипову Может быть Сейчас действительно Десятки громких имен Как вы думаете Почему Что случилось Границы открыли И все То есть мы были Всегда хорошими Просто мир нас не знал Обязательно Границы открыли Потом Опять же Очень много молодых Которые сейчас учатся В консерватории У них совсем другие Предпосылки Они все слышат Они все знают Потому что Все в доступе Раньше же этого не было А кстати Для меня загадкой Всегда остается Зарада Луханова У нее Уникальный Россиниевский стиль Просто Как будто Она там родилась И жила Всю жизнь в Италии Итальянский Прямо стилистический Гениально И ты думаешь Как Вот я не знаю Ну это наверное Интуиция Вот эта вот Чуйка Такая наша Артистическая Возможно Ну может быть Она Я просто не изучала Ее биографию Если честно Но для меня Это всегда Оставала загадка Я вот слышала Пластинки Потом записи Ну в интернете Сейчас какие-то Для меня Удивляюсь Каждый раз А сейчас Все все знают Все все слышат Все могут Достать все Что угодно Через 10 минут После окончания Спектакля Поэтому естественно У тебя уже Другие совсем Перспективы У тебя совсем Другие горизонты И база другая Поэтому да Поэтому у нас Многое Мы хорошие И мы быстрые В смысле У нас Нас учат по-другому То есть для того Чтобы выучить Там партию Нам нужно сесть С клавиром Вот так вот А не так Как делают Прости господи Китайцы Корейцы Они сидят С наушниками И вот заучивают Вот за кем-то А мы не так В сторонке Постоим Поучим Выучили Вперед Баса другая Это очень помогает С наушниками Вы на слово Примадонна Когда это необходимо Если там что-то случается Или кто-то из коллег Включает диву Но это ни на кому не надо Просто Что такое Примадонна Потому что это Действительно Как мой папа Он в хоре Муринского театра Он все равно Выражается Первачи Первой партии Но это такой комплекс На самом деле Должен быть Должен присутствовать И характер И закалка И выдержка И здоровье И нервы И голос И все вместе И харизма Есть некоторые Которые вот так вот Работают Работают А потом ты понимаешь Что они больше не могут Там нервы Нервы не выдерживают И Ну я не знаю Я уже с 2004 года Пою Ну так вот На сцену Ну что там Всерьез В 2000 Ну не маленькие партии А с больших 2007 То есть 11 лет Я не знаю Много это или мало Всякое было Всякое будет Жизнь длинная Посмотрим Насколько меня хватит Единственное Что я сейчас поняла Что я не хочу Так много работать Это да Что я сейчас сменила Агента Я все сменила У меня вообще За прошлый год Вообще Вся жизнь изменилась Никогда не говори Никогда Из этой серии И очень интересно Просто наблюдать Как ты Ты просто должен быть Наверное верен Себе самому И об этом нужно думать И ты у себя один И конечно же Агент Чувствует Вот опять же Русские Они много могут Они много выдерживают Мы можем Действительно Много работать И они прям так Вот это все начинается И вот если ты сам Это не остановишь До свидания И вот У меня есть Конечно Я очень благодарна Тому Что в принципе У меня есть уже Такой статус Что я могу выбирать Говорить нет Выбирать какие-то вещи Которые Я хочу А какие я не хочу И я поняла Что я так много Работать не хочу У вас ощущается Такая знаете Абсолютная Нервная стабильность Спокойствие Как будто бы Защищенность От стрессов Вот у меня такое впечатление Это долгая работа Над собой Я хотел спросить Что это врожденное Или это такой блок Который вы поставили Со временем Это не блок Нет-нет-нет Это работа над собой И потом немножко Это такой здоровый Пофигизм Но это тоже Пришло позже Это вот у меня Вот того же Вот Антона спросить Он все прекрасно знает Вы многого не видите Публика вообще Такое существо Жестокое А что мы там чувствуем Думаем Болеем Страдаем Это все вообще Никого не волнует И вот это вот Это не кокон Это не блок Нет Это просто Ты отдаешь себе отчет Что ты можешь Что ты не можешь Что ты должен Что ты хочешь И как И если ты все Вот это все совпало И потом ты немножко Добавил этого здорового Пофигизма И отпустил ситуацию Тогда все в таком Правильном балансе Но не всегда получается Вот многие артисты Даже с мировым именем Читают рецензии на себя И в 60 лет И в 70 Расстраиваются Садятся на самолет Чтобы больше никогда Не возвращаться В страну В которой вышла Такая рецензия Всякая А вы сказали Что любой материал Кроме некролога Это хорошо Да Понимаете Но это не всем дано Это не всем великим Дано даже Как-то вот Нет Ну это не значит Что если просто там Выет какая-то Разгромная рецензия Если я ее прочитаю Я не расстроюсь Но я просто Нужно понимать Что есть рецензии И рецензии Да Есть Ты должен отдавать Тебе отчет Что это очень Субъективно Потому что Ты можешь на один И тот же спектакль Прочесть Две абсолютно Противоположные рецензии И ты понимаешь Что я не знаю Может у него живот болел Я не знаю Может у него там Умер кто-то Я не знаю Что у него там В жизни случилось Но на самом деле Так и есть Что ты Вот приходят два человека В театр Они видят два разных Спектакля абсолютно И вот кому-то голос Это самый лучший голос Вообще в мире Он может его слушать Часами, сутками, неделями А второе Слышать его не может Ему тембр не нравится Ты не можешь на это повлиять Опять же нужно К этому прийти Отдать Ну ты должен Отдать Отчет Что да Отдать отчет Глупского Ты просто должен Прийти к этой мысли Что да Ты не можешь Нравиться всем Это поначалу Такой немножко Студенческий задор Такой пионерский Я должен всем понравиться Я должен все показать Я должен Я должен Вообще Должен Это очень плохое слово В искусстве Вот должен Оно Не работает На сцене Думаете ли вы О возрасте Волнует ли вас То, что вы будете делать В конце карьеры После конца карьеры Во-первых Никто не знает Когда она закончится Это раз Во-вторых Если не делать глупости То можно петь очень долго Если выбирать Правильный репертуар Если у тебя хорошая техника Постоянно иметь Какое-то такое Внешнее ухо Которому ты доверяешь Педагог Коуч У некоторых несколько И посмотрим А может мне надоест Вот просто Вот я захочу Замолчать У меня, кстати, сейчас В сентябре Будет время Удивительно Сама выбила Между Китаем и Японией У меня будет 10 дней Вот я хочу Поехать на Бали На ретрит Вот на Випассо Просто 10 дней Не молчать Я уже давно Это хочу И вот наконец-то Наконец-то Я нашла время Для себя Чтоб там Никуда-то Никому-то лететь Там не знаю куда А вот именно Для себя Вот я хотела Это Я это сделаю Все Я себе Дала слово Я, наверное, не буду 10 дней Это дело Потому что я все-таки Хочу тоже немножко Отдохнуть А когда ты в 4 утра Просыпаешься И 12 часов Медитируешь И час на разговоры С учителем Это немножко не отдых Поэтому Если было бы чуть-чуть Больше времени Конечно, да Вот в идеале Две недели Да Посмотрим Интернет отключите? Отбирают Там ни интернет Ни телефон Ничего Ты предупредишь Заранее всех предупреждаешь Я не умер Я там Если что Вот я в таком-то Монастыре Я это очень давно хотела Я знаю людей Которые Это делали Включая мою сестру К примеру Я сейчас в Гамбурге Снимала квартиру Ненавижу отель Когда Больше чем неделя Вот не люблю Airbnb В Москве есть Airbnb? Вот Я прихожу в квартиру И накануне Мне хозяйка квартиры Говорит Як, я в Индии Следующие 10 дней Я недосягаемости Говорю Вы что Випассану делать? Да Откуда ты знаешь Такие слова Вот как-то так Вот тебе мир Вот все Это ближе И ближе Дает У нее была Комната Прямо под йогу Оборудованная Это как раз то Что я люблю То, что я этим занимаюсь И прям Все было идеально Вот абсолютно И у меня Вот в этом июне Абсолютно точно Вот мое Желание сформировалось Я вот поеду Я хочу Все Я хочу Да Интересно И последнее Что для вас Абсолютное счастье На сцене Если вы испытывали его На сцене Ой Когда все складывается Когда у тебя ансамбль хороший Когда у тебя партнеры Такие Химия правильная Когда ты слышишь Чувствуешь Ответ публики Когда ты делаешь Вот Все Что ты запланировал Все ты сделал Все получилось Вот без всякой Там А работа Просто А вот На каураже сколько раз это случалось до много но я не могу сказать что каждый раз нет конечно но вот когда ты вот все вот эти вот вот типа отпусти расслабься пофигизм вот она чаще случается вот надо дает это вот когда у тебя уходит этот пионерский задор тогда можно говорить о том что наверное ты становишься артистом когда-то уже не студент когда ты делаешь то что хочешь когда у тебя свобода появляется спасибо большое хорошо я кончу а а